Привет, и я к вам снова с короткой выжимкой по вышедшему ночью блогу Банжи. В этот раз студия поделилась новыми подробностями о трансмагрификации и измененной системе шейдеров. Полезных деталей много, так что слушай внимательно. Ну а я постараюсь коротко. До того как заговорить об украшениях, маленькое отступление, которое также важно обозначить. В начале статьи упомянули, что легендарные эксклюзивные пушки из сумрачных налетов, такие как Палиндром, Рой и Цена Тени, в следующем сезоне пропадут из списка наград. И будут заменены на три новые. Притом формулировка предполагает, что чуть ли не к концу 14 сезона они все же могут вернуться. Но я бы советовал до конца этой недели все же поформить грандмастер торговец оружием, как самый простой из списка, и получить Палиндром. Все, теперь к теме с обложки видео. Со дня запуска Destiny 1, как пишут сами разработчики, мы ждали, когда в игре появится возможность изменения внешнего образа брони без урона характеристикам. Стильно выглядеть любит любой носитель света, не так ли? Что ж, в 14 сезоне это наконец станет реальностью. Во-первых, Банджи рассказали о квесте, который будет необходим для получения материалов, расходуемых на трансмог. Вот они. По сути, тут все просто, формите одну валюту, покупайте на нее контракт, и потом используйте ткацкий станок и получайте желанный орнамент. Но ведь нас мучает главный вопрос. Сколько можно собрать сетов? В течение одного сезона игрок может заработать не более 10 синт плетений на класс. А еще разработчики предлагают отпраздновать появление синтезирования брони, и поэтому каждый, кто пройдет вступительный квест, сможет заработать 10 дополнительных синт плетений на класс. Всего в 14 сезоне можно будет получить до 20 синт плетений на класс, которых хватит, чтобы преобразовать украшения 4 полных набора брони, или 20 отдельных частей. На мой взгляд, это более чем достаточно. Я вот, кстати, уже подготовил себе набор брони, который хочу превратить в трансмог. А вы? Но если вам все же будет мало, вам на помощь придет Тесс Эверверс, которая продаст вам еще материалы для превращения брони в украшения, комплект которого бы хватило на создание полного сета брони, будет стоить 1000 серебра. А это, замечу, меньше, чем полный сет орнаментов сейчас. 1500 серебра. Теперь о шейдерах. Вот так примерно будет выглядеть экран настройки и покраски. С 14 сезона все ваши шейдеры будут отображаться на этом экране внешнего вида стража. И тут я лишний раз напоминаю, до конца сезона, все шейдеры, которые у вас сейчас в инвентаре есть, лучше распылить и получить из них осколки и блеск. Тут же будет кнопка применить ко всему, использование которой покрасит всю броню в одно нажатие. Обойдется такой покрас в 2500 единиц блеска. Стоимость использования шейдера на одном элементе брони составит 500 единиц блеска. Сейчас получение шейдера из коллекции стоит ровно столько же, а за некоторые просят еще и легендарные осколки. Так что в этом плане система тоже стала более лояльной и экономной. А вот шейдеры из киоска Тес наоборот станут ощутимо дороже. Теперь краска будет продаваться по 300 яркой пыли. Да, это сильно дороже, но у каждого свой лимит пыли. Я лишний раз напомню, что сейчас стоит выполнить сезонные испытания. За них отсыпят этой валюты, за контракты тоже. Но чтобы не портить праздник этой единственной непозитивной новостью, Тес предлагает праздничный комплект шейдеров первого года из магазина Эверверс. И купить его можно за обычный блеск. Никакого серебра или яркой пыли. Такие дела. Я знаю, как многие ждут возможности украсить своего персонажа. Я с нетерпением жду, когда залетая в Тауэр, можно будет увидеть больше разнообразных образов. Готовьте свои новые луки, а я пока прощаюсь. Подписывайтесь на канал, группу, твиттер и... Не пропустите ничего интересного. До связи.